Девушки отдыхают Девушки отдыхают Какое собрание? Срочное собрание! Срочное собрание! Как ваш мэр, я созвал это срочное собрание, потому что на нашем лугу большой народ... Боя взрослых! Маленькая девочка и собака. У них пикник. Как вы все знаете, большой народ опасен для нас. Можно мне? Они наступили на моего прадеда. И съели мой дом. Нам нужно быть очень осторожными. Если увидите большой народ, бейте тревогу! Я видела большого человека! Что? Где? Кто? Я! Я большой человек! Большой человек! Тревога! Тревога! Большой человек! Я что, им не нравлюсь? Не переживай, Люси! Ты же не виновата, что ты из большого народа! И сейчас она маленькая, такая же, как мы. Смотрите, эта пчела королева. Остальные пчелы всегда летят за ней. Отлично! Она привела их обратно в улей. Теперь все в порядке. Можно расслабиться. Итак, Бен и Холли, что я могу для вас сделать? Мы пришли посмотреть, как пчелы делают мед. Тогда вы пришли точно по адресу. Это пчелиный улей. А я хранитель пчел. Нам нужна банка меда для короля. Без проблем. Значит, мы зайдем туда и наберем меда. Где две? Подожди минутку, няня Плам. Нельзя просто так войти в улей. Там тысячи пчел. И у каждой есть жало. Думаю, им совсем не понравится, если мы возьмем у них мед. И что же нам делать? Сначала надо усыпить пчел. Как? Ну, придется поколдовать немного. А я думала, ты не любишь колдовство. Я не люблю. Но если мне предстоит встретиться с тысячей злых пчел в улье, то можно и нарушить правила. А кто колдует? Ах, да любая взрослая фея. Няня Плам, наколдуй мне, пожалуйста, сон. Запросто. Нет, няня, не его нужно усыпить. Пчел! Ох, и почему же он не уточнил это? Эм, а что случилось? Так, давайте разберемся. Ты хочешь, чтобы я усыпила пчел? Если ты не против, то да. Они все заснули. Хорошо, теперь туда не страшно войти. Быстрее, все по домам! Закрыть все окна и двери! Ой, кажется, я видел в мухоморе окошко. Так, дети, встаньте в кружок. Да, мисс Куки! Это мухоморы. Поставьте галочку рядом с мухомором. Мухоморы! Мисс Куки, а бывают в природе мухоморы с окошками? Эм, нет. Пошли, пошли! Люси, чуть не попались. Да, но пока, кажется, обошлось. Следующий по списку дуб. Давайте его найдем. О, нет! Они идут прямо к великому дереву эльфов! Нужно их предупредить! Великаны! Великаны! Они идут сюда! А-а-а! Великаны! Как большие люди! Великаны! Врячьтесь быстрее! Скорее в доме! Они уже здесь! Всем закрыть ставни! Так, теперь похоже на обычное дерево. Ой, смотрите-ка, маленький человечек. А-а-а! Вот мы и пришли. Вы можете узнать дуб по особой форме листьев. А на дубах живут маленькие человечки. Что? Ха-ха-ха! Конечно, нет. Отметьте дуб на листочках, пожалуйста. Это дуб! Уф, пронесло! И не говори. Так, дальше по списку насекомые. Сюда, ребята. О, нет! Они идут прямо к маленькому замку! Нужно лететь быстрее! Подождите меня! Папа! Папа! Великаны идут! Как великаны? Быстрее! Закройте ставни! Отлично! Гастон! 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 Мой лучший друг! Хе! Помоги, Гастон! Мы застряли! Гастон! Беги и приведи няню Плам! Там-там-ти-дам-ди-ду! Вот так. Снова чистота и порядок. Папа! Нет, Гастон! Вон отсюда! Папа! Что-что? Бен и Холли, король и королева, мистер и миссис Эльф, заперты в старом руднике гномов? Нельзя терять ни минуты. Показывай дорогу, Гастон. Есть кто-нибудь? Няня Плам, ну хорошо, что ты пришла. Мы в ловушке. Держитесь. Сейчас я открою эту дверь палочкой. Не получается. Нет, эта дверь запечатана магией гномов. Нужно решить одну задачку. Какую задачку? Скорость самолёта 180 км в час. Какой силой должен быть ветер, чтобы снизить его скорость на 15%? Какая-то абракадабра. Няня, наколдуй лопату и откопай нас. Мне вовек не управиться. Придумала! Гастон может прорыть лаз. Да! Гастон отлично копает. Гастон, старина, откопай нас. А где волшебное слово? Пожалуйста, Гастон. Ура! Гастон-спасатель! Спасибо тебе, Гастон! Сначала поднимите эти камешки. Подвиньте вперёд. Это трудно! Да! Теперь назад. Клопок означает команду «Стоп». Прекрасно! Вы все молодцы! Вот ваши права. Я сам их подписал, как главный инспектор. Я знала, что они сдадут. Я сама их учила. Но ведь это и есть самое удивительное. Спасибо, мудрый эльф. Думаю, это нужно отметить. Да, да! Устроим вечеринку! А какая же вечеринка без волшебного желе? Э-э-э, няня, не думаю, что стоит... Ещё желе! Ещё больше! А-а-а! Потоп из желе! Потоп из желе! Ромашки-букашки, кажется, немножко не рассчитала. Да вы что, няня-плам? У вас хотя бы лицензия есть? Конечно же есть. Ой-ой-ой, она же просрочена. И что это значит? А это значит... Она недействительна. То есть я не могу колдовать? Нет, это противозаконно. Взрослые не могут колдовать без лицензии. Что? Я конфискую вашу палочку. Вы не имеете права. Как раз имею. Это произвол. Я пожалуюсь королю. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! О, одна из звёзд движется! Может, это падающая звезда? О, я тоже её вижу! О, она врежется в землю! Ого, это было близко. Давай посмотрим. Вот куда упала звезда. Делала большую яму. Это невероятно. Сколько дыма. Наверняка горячая. Спустимся вниз и рассмотрим поближе. Нет, вернемся к ней завтра, когда она остынет. Доброе утро! Холли, завтракать! Нет времени, папа! Вчера ночью мы видели, как на луг упала звезда. Доброе утро! Бен, не хочешь позавтракать? Потом, мам! Я спешу к упавшей звезде! Привет, Бен! Привет, Холли! Ой, а откуда эта яма? Падающая звезда! Она упала с неба! Прекрасно! Ну, как выглядит эта упавшая с неба штука? А вот сейчас и узнаем, Ваше Величество. Опустить ковш! Она с окнами! Это что, корабль? Это летающая тарелка! Она открывается! Не паниковать! Это вполне может быть вторжение! Плип-плюп! Ага! Это вторжение пришельцев! Все быстро паникуем! Плип-плюп! Плип-плип! Будет теплый и солнечный... Король чертополох! Гастону уже намного лучше! Чудесно! Фиксийский фунт неожиданно упал! Так же, как и Коблиновский фунт! Гастон говорит, что эта передача очень нудная! А как тебе вот это? Эта программа слишком шумная! О, эта программа ему нравится! Смотри, папа! Гастон уже больше не чихает! Если Гастону стало лучше, может, он пойдет домой? Но, папочка! Гастон не может пойти домой, пока там ведутся работы! Он может снова заболеть, и он будет грустить! Да, мы не хотим, чтобы Гастон грустил! Гастон говорит, что вы самый добрый король во всем мире! Спасибо, Гастон! Я пойду посмотрю, что там эльфы делают с твоей пещерой! Здравствуй, старый мудрый эльф! Сколько времени займет эта работа? Как мы любим говорить, в строительстве спешки не должно быть! Может, здесь спешка не помешает? Боюсь, у нас тут слишком много работы, ваше величество! Эээ, возможно, это глупая идея, но вы не пробовали камнем закрыть дыру? Хо-хо-хо! Действительно, это глупая идея! Но, может, все же стоит попробовать? При всем уважении, ваше величество! Мы свою работу знаем! Вы король, а я строитель! Конечно! Здравствуйте, няня Плам! Что случилось, Бен? Я даже двери не успела тебе открыть! Холли может выйти поиграть! Боюсь, что принцесса Холли немного занята! Привет, Бен! Привет, Холли! А у меня новые часы! Ого! Это настоящие часы? Да! Слышно, как они тикают! Да! Бен, можешь сказать, который час? Нет! Сегодня в школе нас будут учить, как это правильно сделать! Да! Я уверена, что ты не хочешь опоздать! Я эльф! Мы никогда не опаздываем! Пока, Холли! Пока, Бен! Хочу, чтобы у меня были часы! Зачем они вам, принцесса Холли? Если бы у меня были часы, я бы могла сказать, который час! Нам, феям, не нужны часы! Есть другие способы узнать, который час! Какие, няня? У нас часы-одуванчики! Вот хороший! Как одуванчик может сказать время? Нужно посчитать, за сколько раз ты сдуешь его семена! Вот так! Раз! Два! Три! Получилось три раза! Значит, сейчас три часа! Я тоже хочу! Раз! Значит, сейчас час! О! Няня, а сейчас точно час дня? Не совсем! Это такая игра! Но Бен учится говорить, который час по-настоящему! Могу я пойти к нему на урок? Хорошо! Не думаю, что там будет весело! Когда большая стрелка и маленькая стрелка показывают вверх, это означает полде... Я делаю игрушечную машину! А я делаю уточку! А я вертолет! А я лодку! А я делаю лягушку! А я кролика! А я делаю робота! Я вижу, что у мисс Холли нет игрушки! Ничего страшного! Я себе наколдую игрушку! По палочке велению! По моему хотению! Мисс Холли! Магия запрещена в школе эльфов! Только потому, что эльфы ею не владеют! Эльфы могли бы пользоваться магией, если бы хотели! Но они этого не делают! А мы эльфы! Мисс Холли, сегодня вы можете поработать над этой игрушечной совой! Спасибо, старый мудрый эльф! А я пока заберу у вас палочку! Так вы сможете научиться делать игрушки, как эльфы, без магии! О! Не волнуйтесь, вы заберете палочку после занятий! Мальчики и девочки, возьмите в руки молоточки! И не забывайте бить нежно! Давай играть в другую игру! Да, давай в прятки! Хорошо! Мы поиграем в прятки! Ура! Обожаю играть в прятки! Но только, Чур, не летать! Согласна! Только не летать! Раз! Два! Три! Не подглядывай! Хорошо! Четыре! Пять! Шесть! Шесть! Семь! Семь! Восемь! Девять! 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 Я иду искать! Хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе! Бен хорошо спрятался! Здесь нет! Хм! Здесь его тоже нет! Хм-хм! Бен! Дай подсказку. Пожалуйста. Очень холодно. Ещё холодней. О! Теплей. Горячо. Горячо-горячо! Попался. Ой, здесь никого нет. Совсем холодно. О, мне ужасно скучно. У меня есть занятие поинтересней. Вот он я! Попался. Здорово спрятался. Да, Холли? Ну, в общем, нормально. Все эльфы хорошо прячутся. А я же настоящий эльф. Теперь я прячусь. Запомни. Играй честно. И не летай, пожалуйста. Не буду. Обещаю. Хи-хи-хи. Вот слезняк. Холли, может быть, ты попросишь на сей раз? Только советую кричать погромче, так как слезняки слышат не очень хорошо. Почему так няня? Просто у них нет ушей. Можно немного слизи земли собрать? Мы не имеем права собирать чужую слизь, не спросив разрешения. Это невежливо. Здравствуйте, мистер слезняк. Громче. Привет. Мой папа, король, заболел. Нам очень нужна слизь, чтобы сделать лекарство. Можно мы соберем немного в эту банку, мистер? Кажется, он сказал, да. Хи-хи-хи. Хи-хи. Давай. Господин Слизняк, спасибо вам огромное. Молодец, Холли. Проверим по списку. Капля росы? Здесь, няня Плам. А слизь? Здесь, няня Плам. Так, еще нам нужна отрыжка. А это самое сложное. Вон жаба, няня. О, доброе утром, мистер жаба. Вас не затруднит рыгнуть в эту банку. Расслабьтесь, вот так. О, у нас мало времени. Чтобы младенец рыгнул, его гладят по спине. Ладно, я поглажу ее по спине. Кажется, я что-то слышу. А-а-а! Ура! Возвращаемся. Мне можно слезать? Конечно, Ваше Величество. Смотрите, трещина. Ой, папа, ты разбил наше яйцо. Нет. Яйцо отрыжкается само. Видите, это птенец. О-о-о! Ой, какой милый птенчик. А-а-а! Чудно. Сейчас мама услышит его зов и прилетит за ним. А я вернусь к работе. Смотрите, птенец идет за няней плам. Обычно первый, кого видит птенец, это его мама. А этот птенец увидел няню первый. Вот он и думает, что няня его мама. Слушай, я не твоя мама. Птенец голодный. Мама должна дать ему еду. У меня нет еды. А что едят птенцы? Насекомых и червячков. М-м-м, Гастон-насекомое. Гастон, может тебе лучше назад отойти? Нам надо найти червячков. Но как? Мы их и заманим. Вот так. Они примут это за гром и выползут под дождь. О-о-о! Вон червяк! Ой, он убежал. О-о-о! Давайте, ребята, еще разок. Вон еще червяк. Объединитесь в пары для последнего состязания. Бонки с тележками. О, боже. У Бена нет напарника. Можно я буду твоей парой, Бен? Обещаю не пользоваться магией и не летать. Нет, ты и так уже все испортила. Пожалуйста, я знаю, у меня получится. Э-э, а что значит гонки с тележками? Смотри, вот так это делается. Видишь? Я очень хорошо хожу на руках. Это прям как гимнастика. Ха-ха. Ну ладно, уговорила. Ну надо же. Фея. Ну что ж. Правила не запрещают феям участвовать. Все на старт. Внимание. Марш! Боже мой! Победителями стали Бен-Эльф и фея-процесса Холли. Спасибо, Холли. Нет проблем, Бен. Кто бы мог подумать, что фея выиграет эту гонку. А еще я умею так. Ух ты! Фантастика. Что это было? Танцы, гимнастика и, конечно, конкурс красоты. Хорошо. На следующих эльфийских играх будут танцы и гимнастика. А как же показ красоты? Да. И показ красоты. Ура! Пусть принцесса Холли научит нас это делать. Хи-хи. С удовольствием. Няня, с тобой все в порядке? Да. Я хотя бы сухая. Нянины крылья насквозь промокли. Она не может летать. Ей никак не выбраться с того острова. Няня Плам, вы позволите вас спасти? Э-э-э, нет. Я подожду, когда крылья высохнут, а потом перелечу. Кажется, та птица ищет червяков. Хе-хе-хе. Надеюсь, эта птица не примет меня за червя. Ой, няня Плам попала в гнездо. Все будет в порядке, если птенцы не вылупятся. О, боже. С виду птенцы очень голодные. О, господи. Крылья еще мокрые. О, господи. Няня Плам. Это неприятно, но это всего лишь грязь. Кажется, это зыбучие пески. Няня Плам, похоже, вы уходите под землю. Э-э, Бэ? Ладно, я хочу, чтобы ты меня спас. Фантастика. Вперед, Кастон. Вперед, вперед. Не двигайтесь, няня Плам. Сейчас я наброшу лосо вам на талию. Слишком тяжелая. Кастон, тяни сильнее. О, ура! Фу, няня Плам. От вас пахнет чудовищно. Что ж, хорошо, что больше никто не видит этого. Уровень первый. Компьютерный зал. Хе-хе, мне понравилось. О, у меня в животе заурчало. Здорово, правда? А будет еще лучше в следующий раз. Что значит еще лучше? Хе-хе-хе, увидите. Прошу за мной. О. В этом зале мы решаем, как игрушки будут выглядеть. Я думала, вы придумываете это на ходу. О, нет, нет, нет. Игрушки разрабатываются до мельчайших деталей. Никаких случайностей. О, боже, какая сложная у вас работа. Мы гордимся своей основательностью. На экране мы выбираем цвета. Это кукла для Санта-Клауса. Да? Так, для примера. При желании я могу изменить цвет платья куклы с красного на синий. Синее платье. На эльфийской фабрике все поймут, что нужно красить платье в синий. Но Санта-Клаус просил красное платье. Я помню об этом, принцесса Холли. Я просто показал вам пример. Все на борт. Мы едем на эльфийскую фабрику. О, нам снова придется спускаться. Да, няня. Наша фабрика очень глубоко. В корнях дерева. И насколько глубоко? Ужасно глубоко. Ужасно глубоко. О. Все на борт. Мы совсем не опускаемся пока. Подожди, Холли. Наша цель – уровень девяносто девять. Держитесь. О, боже, боже. Как мне нравится. Дело в том, что ведьмы вообще ничего не делают. От них дурно пахнет, и у них получаются ужасные кексы. Что? Касательно магии, они безвредны. Она, наверное, даже не в состоянии исполнить заклинание превращения. Но я могу. Тогда почему же вы не уберете весь этот ужас? Просто... Почему не сделаете кресла более удобными? Прекратите, няня. Вы можете спечь вкусный торт. Я предупреждаю вас. Почему вы не купите себе новых вещей? Если ты хоть что-то изменишь... Или косметики. Простите, что пришлось заморозить няню Плам. Она была грубо со мной. Не думаю, что няня Плам хотела вас обидеть, миссис ведьма. Возможно. Но так получилось. Вы навсегда оставите няню замороженной? Нет. Если няня извинится, то она сможет уйти. Няня, извинись перед миссис ведьмой. Я не стану извиняться. Я только хотела помочь ты, глупая старая ведьма. Оу! Так вы не отпустите няню? Нет. Нам нужна помощь. А можно мы пойдем, миссис ведьма? Конечно. Мне было очень приятно ваше общество. Что у тебя за план? Мы должны попасть к королю. Да. Папа сможет договориться с ведьмой. И она отпустит няню. Пока. Большое спасибо, что впустили нас. Да. Спасибо, миссис ведьма. До свидания. Пока. Быстро бежим.